Доброго всем здравия! На Народном славянском радио Страницы родной поэзии Передача посвящена творчеству Поэтессы Марины Цветаевой Марина Ивановна Цветаева Русская советская поэтесса Автор стихотворений, поэм И переводов произведений зарубежных авторов Родилась она в 1892 году В городе Москва В творческой семье Ее отец Иван Владимирович Цветаев Университетский профессор И создатель одного из московских музеев Поначалу носившего имя Александра Третьего Ныне он всем известен Как музей изобразительных искусств Имени Александра Сергеевича Пушкина Или Пушкинский музей А мама Мария Александровна Была талантливой пианисткой Жизнь Марины Цветаевой с ранних лет Была насыщена прекрасной музыкой Наполненной литературой И, конечно, стихотворениями Все это не могло не повлиять На меры ощущения юной поэтессы И на характер ее последующих произведений Яркость дарования И самого человеческого характера Марины Цветаевой Была и предметом ее гордости Но в то же время И принесла ей множество испытаний Препятствий на творческом И жизненном пути Стихотворения поэтессы Насквозь пропитаны Лиричностью и жизнелюбием Но среди них Встречаются и много грустных Печальных и даже трагичных Оценивая творчество Марины Цветаевой Нужно понять Что жизнь поэтессы И ее семьи Пришлась на временной отрезок Тяжких испытаний Трагических событий Утрат и потерь Это было безжалостное время Первой и Второй мировых войн Революции Социальных потрясений Но так как наша передача Нацелена на то Чтобы напомнить слушателям Нашего радио Или возможно даже познакомить их Со стихотворениями автора Перейдем непосредственно К творчеству Марины Цветаевой Далее прозвучат Избранные стихотворения Поэтессы Разных лет Сразу попрошу Воспринять мое прочтение Стихов Марины Ивановны Правильно и с пониманием Так как они были написаны И должны исполняться От женского лица Стихотворение Стихотворение Моим стихам Моим стихам Написанным так рано Что и не знала я Что я поэт Сорвавшимся Как брызги из фонтана Как искры из ракет Ворвавшимся Как маленькие черти В светилище Где сон И фимиам Моим стихам О юности И смерти Нечитанным стихам Разбросанным В пыли по магазинам Где их никто не брал И не берет Моим стихам Как драгоценным Винам Настанет Свой Черед Стихотворение Я Вашей Юностью Была Вам Одеваться Было лень И было лень Вставать Из кресел А каждый Ваш Грядущий День Моим Весельем Был бы Весел Особенно Смущало Вас Идти Так Поздно В ночи Холод А каждый Ваш Грядущий Час Моим Весельем Был бы Молот Вы Это Сделали Без Зла Невинно И Непоправимо Я Вашей Юностью Была Которая Проходит Мимо Стихотворение Стихи Растут Стихи Растут Как звезды И как розы Как красота Так нужная В семье А на венцы И на апофеозы Один ответ Откуда Мне Сие Мы Спим И вот Сквозь Каменные Плиты Небесный Гость Четыре Лепестка О мир Пойми Певцом Во сне Открыты Закон Звезды И Формула Цветка Стихотворение Вот Опять Окно Вот Опять Окно Где Опять Не Спят Может Пьют Вино Может Так Сидят Или Просто Рук Не Разнимут Двое В Каждом Доме Друг Есть Окно Такое Крик Разлук И Встреч Ты Окно В Ночи Может В Сотни Свеч Может Три Свечи Нет И Нет Уму Моему Покоя И В Моем Дому Завелось Такое Помолись Дружок За Бессонный Дом За Окно С Огнем Стихотворение Правда Мир Утомленный Вздохнул От Сметений Розовый Вечер Струит Забытье Нас Разлучили Не люди А тени Мальчик Мой Сердце Мое Высятся Стены Туманом Одеты Солнце Без сил Уронило Копье В мире Вечернем Мне Холодно Где Ты Мальчик Мой Сердце Мое Ты Не Услышишь Надвинулись Стены Все Потухает Сливается Все Не Было Нет И Не Будет Замены Мальчик Мой Сердце Мое Стихотворение Что Другим Не Нужно Что Другим Не Нужно Несите Мне Все Должно Сгореть На Моем Огне Я И Жизнь Маню Я И Смерть Маню В Легкий Дар Моему Огню Пламень Любит Легкие Вещества Прошлогодний Хворост Венки Слова Пламя Пышет С подобной Пищи Вы Ж Восстанете Пепло Чище Птица Феникс Я Только В огне Пою Поддержите Высокую Жизнь Мою Высоко Горю Из Горю Дотла И Да Будет Вам Ночь Светла Ледяной Костер Огневой Фонтан Высоко Несу Свой Высокий Стан Высоко Несу Свой Высокий Стан Собеседницы И Наследницы Со Своей Безмерностью В мире Мер Как сказано В одном Из Светаевских Стихотворений С невесомостью Певчей Птицы В мире Гирь Поэтесси Тяжко Жилось При любой Власти Стихотворение Вы Идущие Мимо Меня Вы Идущие Мимо Меня К Немоим И Сомнительным Чарам Если Б Знали Вы Сколько Огня Сколько Жизни Растраченной Даром И Какой Героический Пыл На Случайную Тень И На Шорох И Как Сердце Мне Испепелил Этот Даром Растраченный Порох У Летящие В ночь Поезда У Носящие Сон На Вокзале Впрочем Знаю Я Что И Тогда Не Узнали Бы Вы Если Б Знали Почему Мои Речи Риски В Вечном Дыме Моей Папиросы Сколько Темной И Грозной Тоски В Голове Моей Светловолосой Стихотворение Идешь На Меня Похожий Идешь На Меня Похожий Глаза Устремляя Вниз Я Их Опускала Тоже Прохожий Остановись Прочти Слепоты Куриной И Маков Нарвав Букет Что Звали Меня Марины И Сколько Мне Было Лет Не Думай Что Здесь Могила Что Я Появлюсь Грозя Я Слишком Сама Любила Смеяться Когда Нельзя И Кровь Приливала Коже И Кудри Мои Велись Я Тоже Была Прохожий Прохожий Остановись Сорви Себе Стебель Дикий И Ягоду Ему Вслед Кладбищенской Земляники Крупнее И Слаще Нет Но Только Не Стой Угрюмо Главу Опустив На Грудь Легко Обо Мне Подумай Легко Обо Мне Забудь Как Луч Тебя Освещает Ты Весь В Золотой Пыли И Пусть Тебя Не Смущает Мой Голос Из-под Земли Стихотворение Под лаской Плюшевого Пледа Под лаской Плюшевого Пледа Вчерашний Вызываю Сон Что это Было Чья Победа Кто Побежден Все Передумываю Снова Все Перемучиваюсь Вновь Вновь В том Для чего Не знаю Слова Была Любовь Кто Был Охотник А кто Добыча Все Дьявольски Наоборот Что Понял Длительно Мурлыча Сибирский Кот В том Поединке Своеволей Кто В чьей Руке Был Только Мяч Чье Сердце Ваше Ль Мое Ли Летело Вскач И все Таки Что же Это Было Чего Так Хочется И Жаль Так И не знаю Победила Ль Побеждена Ль Марина Ивановна Родилась В царской России Потом Ей довелось Жить При временном Правительстве Затем Были Годы Революции И войн После Года Становления Большевистской Власть В итоге В 1922 Году Поэтесса Эмигрирует В Чехию Переезжая К мужу В Прагу Но В 1939 Году После Захвата Чехии Гитлеровской Германии Она Возвращается На Родину Несмотря На все Жизненные Трудности Ее Стихотворение Насыщено Лиричностью И трогательностью Впрочем Грусти И тоски В них Тоже Немало Стихотворение Пригвождена Часть Первая Пригвождена К позорному Столбу Славянской Совести Старинной Я ослепла Где золото Мое Где серебро В моей руке Лишь горстка Пепла И это все Что лестью И мольбой Я выпросила У счастливых И это все Что я возьму С собой Край Целований Молчаливых Вторая Песня Из пьесы Ученик Стихотворение Вчера Еще В глаза Глядел Вчера Еще В глаза Глядел А нынче Все Косится В сторону Вчера Еще До птиц Сидел Все Жаворонки Нынче Ворон Я Глупая А ты Умен Живой А я Остолбенелая Вопль Женщин Всех Времен Мой Милый Что Тебе Я Сделала И Слезы Ей Вода И Кровь Вода Крови В слезах Умылась Не мать А мачеха Любовь Не ждите Ни суда Ни милости Увозит Милых Корабли Уводит Их Дорога Белая И Стон Стоит Доль Сей Земли Мой Милый Что Тебе Я Сделал Вчера Еще В ногах Лежал Равнял С китайскою Державою Враз Обе Рученьки Разжал Жизнь Выпала Копейкой Ржавою Где-то Убийцей На суду Стою Немилая Несмелая Я И в аду Тебе Скажу Мой Милый Что Тебе Я Сделала Спрошу Я Стул Спрошу Кровать За что За что Терплю И Бедствую Отцеловал Колесовать Другую Целовать Ответствую Жить Приучил В самом Огне Сам Бросил В степь Заледенелую Вот Что Ты Милый Сделал Мне Мой Милый Что Тебе Я Сделал Все Ведаю Не Прикословь Вновь Зрячая Уж Не Любовница Где Отступается Любовь Там Подступает Смерть Садовница Само Что Дерево Трясти В срок Яблоко Спадает Спелое За Все За Все Меня Прости Мой Милый Что Тебе Я Сделал Марина Святаева Не Смогла Понять И Принять Октябрьскую Революцию Которую Называла Большевистским Переворотом Следствием Этого И Стала Эмиграция Но Жизнь В Праге Была Весьма Трудна Полна Материальных Лишений И Душевных Терзаний После Возвращения На родину На Марину Ивановну И вовсе Обрушивается Тяжесть Горьких Утрат И Лишений В течение Нескольких Месяцев Были Арестованы Ее Дочь Ариадна И Муж Сергей Который Позже В 1941 Году Был Расстрелян Тот же После 15 лет Лагерей Была Реабилитирована В 1955 Году Великая Отечественная Война Застает Цветаеву За переводами Произведений Федерико Гарсии Лорки Труды Были Прерваны И поэтесса Отправлена В эвакуацию В город Елабуга Стихотворение Лесное Царство Ты Принцесса Из Царства Несветского Он Твой Рыцарь Готовый На Все О Как Много В Вас Милого Детского Как Понятно Мне Счастье Твое Светлый Чаще Берез Где Просветами Голубеет Сквозь Листья Вода Хорошо Обменяться Ответами Хорошо Быть Принцессой О Да Тихим Вечером Медленно Тающим Там Где Сосны Болота И Мхи Хорошо Над Костром Догорающим Говорить О Закате Стихи Возвращаться Опасной Дорогою Соучастницей Вечной Луной Быть Принцессой Лукавой И Строгою Лунной Ночью Дорогой Лесной Наслаждайтесь Весенними Звонами Милый Рыцарь Влюбленный Как Паш И Принцесса С глазами Зелеными Этот Миг Он Короткий Но Ваш Не Смущайтесь Словами Нетвердыми Знаете Молодость Ветер Одно Вы Сошлись И Расстанетесь Гордыми Если Чаши Завидится Дно Хорошо Быть Красивыми Быстрыми И Кострами Дразня Темноту Любоваться Безумными Искрами И Как Искры Гореть На Лету Стихотворение Надпись В Альбом Посвящается Борису Пастернаку Пусть Я Лишь Стих В Твоем Альбоме Едва Поющий Как Родник Ты Стал Мне Лучшею Из Книг А Их Немало В Старом Доме Пусть Я Лишь Стебель В Светлый Миг Тобой Жалеющий Мне Смятый Ты Для Меня Цветник Богатый Благоухающий Цветник Пусть Так Но Вот В Полуистоме Ты Над Страничкою Поник Ты Вспомнишь Все Ты Сдержишь Крик Пусть Я Лишь Стих В Твоем Альбоме Стихотворение Добрый Колдун Все Видит Все Знает Твой Мудрый Зрачок Сердца Тебе Ясны Как Травы Зачем Ты Меж Нами Лесной Старичок Колдун Изобидно Лукавый Душою До Гроба Застенчиво Юн Живешь Упоен Небосводом Зачем Ты Меж Нами Лукавый Колдун Весь Пахнущий Лесом И Медом Как Ранние Зори Покинуть Ты Мог Заросшие Маком Полянки И Старенький Улей И Сизый Дымок Встающий Над Крышей Землянки Как Мог Променять Ты Любимых Зверей Свой Лес Где Цветет Небы Лица На Мир Экипажей Трамваев Дверей На Дружеские Скучные Лица Вернись Без Тебя Не Горят Светляки Не Шепчутся Темные Ёлки Без Ласково Твердой Хозяйской Руки Скучают Мохнатые Пчелки Поверь Мне Меж Нами Никто Не Поймет Как Сладок Черемухи Запах Немедли А то Не Остался Б Мед В Невежливых Мишкиных Лапах Кто Снадобья Знает Колдун Как Не Ты Чтоб Вылечить Зверя Ильбеса Уйди Старичок От Людской Суеты Под Своды Родимого Леса Жизнь Талантливой Поэтессы В Явном Мире Прервалась 31 Августа 1941 Года Она Повесилась В доме Куда После Эвакуации В город Елабугу Была Определена На постой В завершении Сей передач О творчестве Марины Цветаевой Прозвучит Отрывок Из стихотворения Тебе Через Сто Лет К тебе Имеющему Быть Рожденным Столетия Спустя Как Отдышу Из Самых Недр Как Насмерть Осужденный Своей Рукой Пишу Друг Не ищи Меня Другая Мода Меня Не помнят Даже Старики Ртом Не достать Через Литейские Воды Протягиваю Две Руки Как Два Костра Твои Глаза Я вижу Пылающие Мне В могилу В ад Ту Видящие Что Рукой Не движет Умершую Сто Лет Назад Со Мной В руке Почти Что Горстка Пыли Мои Стихи Я Вижу На Ветру Ты Ищешь Дом Где Родилась Я Или В котором Я Умру Стихи Марины Цветаевой Очень Лиричны Но Часто Весьма Грустны И Трагичны Так Как В них Нашли Отражение Суровые И Жестокие События Как В жизни Самой Поэтессы Так И В жизни Всей Страны И Все же Читайте Их Делитесь Ими С друзьями С Родичами Со Всеми Вы Слушали Передачу Страницы Родной Поэзии С вами Был Виктор Маслов Желаю Всем Добра Быть Добру Субтитры